Всем привет! Меня зовут Оля. Я живу в городе Тампере, Финляндия. Живу давно, больше 30 лет. И о чём я сейчас буду говорить, это моё мнение. Если у вас мнение своё, это очень всё хорошо. И первое, что мне не нравится, что финны хотят изменить политику мужского и женского рода. То есть, начин с того, что раньше, значит, в детском саду, в школе и так далее, говорили девочка или мальчик. И это было нормально. Теперь от этого хотят отказаться. И теперь говорят оно, то есть, хенкель без мужского и без женского рода. Мне чего-то как-то не очень это нравится. И это уже дошло до такого абсурда, что они хотят переделать туалеты. Раньше в туалете была картинка перед туалетом на двери. Значит, мальчик стоял, писал в горшочек. Девочка сидела на горшочке, значит, в юбочке. И все понимали, даже иностранцы, приходя в этот туалет, где там стоит мальчик, где сидит девочка, куда ему податься. Но теперь они хотят переделать это всё дело и сделать как бы туалет оно. Заходишь в одну дверь и потом расходимся по кабинкам. Это, конечно, абсурд, просто караул. Я была раз в таком туалете, в кафетерии. Мы зашли с мужчиной. Мужчина моложе меня, просто мой сын, если можно так сказать. Значит, зашли в одну дверь, потом он пошёл в одну кабинку, я в другую. Но я, как женщина интеллигентная, включила воду. Там был маленький краник, где можно было помыть руки, чтобы это всё вообще было неприятно. Но вот он там пукал-пукал-пукал. Тоже это, конечно, караул. Вышли из этого туалета. Я на него посмотрела. Он посмотрел на меня. Он, бедный, побленел, покраснел. Ему тоже было не очень приятно всё-таки. Я ему была чужой человек. Ну и ладно, бог-то с ним. Вышли и забыли. Но через неделю, по-моему, через 10 дней, прошло какое-то время, я этого мужчину встретила в сети-маркете. И представьте, что с первого я вспомнила про него. А, это этот, который пукал в туалете. Какой конфуз. То есть, конечно, финны иногда такое придумают, что просто закрой глаза и кинь гранату. Это я не знаю. Не надо, мне кажется, этих общих туалетов. И уже до такого абсурда дошло. Ужасные деньги были потрачены. Я не помню, сколько миллионов. Я когда услышала эту сумму, у меня сердце защемило. Они теперь хотят все дорожные знаки переделать. Вот где там раньше был мужчина, шёл с девочкой или с мальчиком. Теперь переделаны. Там идёт человек, человечек такой. И вот ведёт за руку. Помните, была эта песня? Палка-палка, огуречек. Получился человечек. Вот такое теперь эти знаки переделаны. Все стоило это безумных денег по всей Финляндии. Это теперь вот это всё уродство поставлено. Ну, ушли там папа с мальчиком или с девочкой. Да бог-то с ним. Но вот они, конечно, что-то перегибают. И потом такие миллионы всё это платится. Это, конечно, караул. Мне что-то как-то не очень это нравятся, эти новые законы. И второй закон, вот то, что была эта почта. Господи помилуй, тоже непонятно, какой дурак это придумал. Почта была всегда и везде. Поедете вы во Францию, поедете вы в Италию, в России, в деревнях. Везде эта почта написана почта. И в Финляндии она была тоже почтой. Но потом какой-то очень умный придумал, что это, оказывается, не почта. И они решили в Финляндии это переделать. Значит, почту убрали. Написали новое имя. Не буду называть. Чтобы потом мне не дали по голове. Ну вот, и переделали же всё. Было и на домах это всё переписано. И костюмы новые были пошиты. И тележки, то, что они там возили, была эта оранжевая почта. Потом переделали в синие. Эти были написаны буквами не так. И костюмы всем были пошиты. Все эти миллиарды заплатили за это всё переделывание. Ну, не миллиарды, а может миллионов там несколько. Но не важно. Сумма была... Караул. На эту сумму можно было всё, что угодно сделать в Финляндии. Для тех же, которые более неимущие. Но не важно. И потом опять какой-то дурак придумал, что что-то тут не катит. Почта была лучше. И опять начинать сначала. Опять они эти костюмы начали пошить. Потому что старые уже всё это было кинуто. Опять эти тележки перекрашивать. Потом машины перекрашивать. Посмотрите, сколько денег. Одна перекраска машины стоит полторы тысячи евро. Я не знаю, сколько это стоит покрасить. Эту новую машину. Опять что-то почта была покрашена. Вот опять новые костюмы. Опять новые эти буквы на домах, где эта почта. Эти конверты. Опять всё это номеровка почты. И опять это всё называется почта. И, кстати, вот я говорю, господи, только вы опять что-нибудь новое не придумали. Потому что опять это будет всё переделываться. Вот они как-нибудь придумают и не додумают. И начинают делать. А потом видят, что никак не то. И всё это обратно. Вот это, конечно, тоже убивает. Убивает. Просто убивает. Вот. И в Финляндии тоже один момент сейчас посмотрю. Потому что одела очки, чтобы не забыть. Мне не нравится, что в Финляндии теперь очень вот этот вот икорасизме. По-фински сказала. Сейчас переведу. То есть люди 50 плюс как бы вычеркнуты. Теперь из Финляндии, из рабочей категории. То же мне непонятно, почему такое. Вот они везде говорят. Ой, икорасизме, икорасизме. Что как бы вот 50 плюс к людям относятся очень хорошо. А мне кажется, наоборот. 50 плюс человек самый хороший работник. Если женщина считать, она не забеременеет. Она ещё вполне ого-го. Я смотрю на себя. Мне вот сейчас будет 55 лет. Я ещё считаю, что я ещё и не такая бабулька. Вот. И такой всё-таки какой-то подход к работе очень хорошо. А они считают, что 50 плюс уже как бы очень тяжело устроиться на работу. И это вот буквально несколько лет в Финляндии такой икорасизме начался. Вот этот вот возраст. Чего-то тут они тоже перемудрили. А на пенсию всё равно не выйти. В 65, то есть в 15 лет ты оторван от общества. Это хорошо, если работа Дальтель тебя знает. Он может тебя устроить. Или какие-то есть друзья. А вот если ты идёшь устраиваться на работу. Вот я тут некоторое время пыталась устроиться. И когда ты пишешь свой год рождения в 1965, одна работа Дальтель прям на счётной машинке высчитывал, сколько мне лет. Странные они, конечно. Но я не знаю, как у вас в России так вот. Можно после 50 устроиться. Или уже тоже как бы такой вот расизм по возрасту. В Финляндии очень тяжело. И второе, то, что я хотела ещё сказать, что, конечно, к русским отношениям в Финляндии изменилось. И изменилось оно буквально вот, ну, может быть, лет 10 назад, когда русских было мало. Мы вообще приехали первые, там, до 90-го года, в 87-м году приехала я. Потом в 90-м году приехали ингер-малайцы, в коей-висту дал разрешение. Вышел закон, что все финны могут вернуться. Вот. И поехали финны, которые жили на территории СССР и так далее, приехали. Вот. Потом 10 лет назад, значит, вот началось вот это вот второе переселение. Я не буду говорить с кого, откуда, чтобы опять мне не дали по голове, что я тут какая-то расистка. Вот. И, конечно, после того 10 лет назад, как поехали, вот это то, что поехала сейчас живет в Финляндии у нас, и в Германии они живут. То есть, конечно, проблемно всё это стало. И, конечно, к русским отношениям изменилось просто, что мы вообще, как бы, люди второго сорта. Ну, как так можно рассуждать? У меня двое детей, у меня финское гражданство, я всё же живу в Финляндии, и ты тут, оказывается, никем и ничем. То есть, вот, их как-то они больше любят, чем нас. Странно. Но, как говорится, не плюйте в тот колодец. Очень хорошая есть русская пословица. Не плюйте в тот колодец, если ещё напиться нужно. Я помню, когда были проблемы, и русские всё-таки, они такие молодцы. Помните, в Финляндии, сколько было построено для русскоговорящих всех этих спа, магазинов и так далее. Экономика в Финляндии упадёт, если русские не будут ездить в ту же Лакперанту и так далее, и так далее. То есть, ребята, не ругайтесь с русскими, не нагнетайте. Иначе просто будет вам нечего будет на хлеб намазывать. Лакперанта и вот эти все города, где русские делают основные покупки. И, конечно, это очень большой бонус для экономии Финляндии. Всем привет! Ставьте пальчик вверх. И подписывайтесь.